МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире 12-го канала новости. В студии Константин Лондон. Коротко о главных темах выпуска. Вместо звонка на урок пожарная сигнализация и срочная эвакуация. Утреннее ЧП в школе на Левобережье. Наркотики оптом. Что за наркотик? Не знаю. Водим, в мед. Веду? Ну да, в мед. Сомнения развеяла экспертиза. Амичку задержали с крупной партией запрещенных веществ. Обратили внимание и на гастрономические предпочтения бойцов. Решили подсластить жизнь нашим мальчикам. Варенье домашнее, положили яблочное, положили вишневое. Прокачали УАЗ под военные нужды и наполнили его под завязку гуманитарным грузом жители Кормиловки. Большое дело начинается с малого. Одну деталь, потом две. Все свои. Как скромное семейное хозяйство превратилось в рекордсмена по производительности? Родители и дети должны оставаться вместе. Даже в воздухе. Авиакомпания могут запретить рассаживать семьи в самолет. Начнем выпуск с новых подробностей о пожаре в школе Новолодарского. Как сообщили в МЧС, на момент прибытия первых расчетов на третьем этаже было плотное задымление. Сигнализация сработала в 7.45. В это время в здании уже находились и педагоги, и ученики. Самостоятельно эвакуировались 10 преподавателей и 100 детей. Огонь тушили 15 спасателей на трех спецмашинах. Легидировать открытое горение удалось практически за 15 минут к 8 утра. Причиной пожара стала неисправная лампочка. Теперь один день школьникам придется заниматься уроками дистанционно. Завтра образовательный процесс продолжится в штатном режиме. Мечи возмущены роликом со свалкой из яиц. Видео всколыхнуло все соцсети. На кадрах уже почерневший залежавшийся продукт. Это в то время, говорят люди, когда некоторые даже не могут позволить купить себе пару-тройку десятков прозапас. Горожане беспокоены, неужели кто-то искусственно создавал дефицит. Но страшно не только это. Такой полигон отходов может быть опасен для здоровья. Кто виновен, и разбирались наши корреспонденты. Тут все засыпано яйцами. Это все пошло на свалку. Эти кадры всколыхнули все соцсети. Огромные залежи тухлых куриных яиц. Люди возмущены и абсолютно согласны с автором. Для некоторых социальный продукт уже стал деликатесом. А тут такое расточительство. Объемы продукции впечатляют. Кажется, коробкам и лоткам нет конца. Жаль только товар просрочен. Эти яйца так и не дождались своих покупателей. По близости ищут ли яйточак возгорания. Мечи задаются вопросом. Неужели тот, кто выбросил на помойку сотни яиц, попытался скрыть следы преступления? Ответы намерены найти специалисты. Были отобраны пробы материала. Ну и, соответственно, будут направлены дальше для проведения лабораторных исследований на выявление инфекционных и заболеваний. Пристальное внимание специалистов объяснимо. Магазинам и птицефабрикам запрещено выбрасывать продукты питания на мусорный полигон. Съедобный товар должен утилизироваться. Эти услуги в городе предоставляют порядка пяти компаний. И теперь ответственное лицо, вероятно, ждет крупный штраф. Правда, поиск нарушителя обещает стать целым квестом. Но упаковках нет ни названий, ни цен. В настоящее время в управлении Россельхознадзора выясняются причины и обстоятельства данной ситуации. Вопрос о вывозе и утилизации данных отходов также решается в соответствии с действующим законодательством. Негодование людей вокруг этой ситуации тоже объяснимо. В конце прошлого года цены на яйца взлетели больше, чем на 30%. В Национальном союзе птицеводов подскочившую стоимость объясняли предновогодним спросом. Предприниматели винили поставщиков. А крупные птицефабрики ссылались на подорожание топлива, оборудования и курс валют. После того, как выложили этот ролик, а мечи задаются вопросом. Неужели кто-то искусственно создавал дефицит, чтобы стоимость продукта росла по экспоненте? Копаться и в прямом, и в переносном смысле в деталях теперь предстоит силовикам. Правоохранители намерены выяснить, когда точно были выброшены продукты питания и сколько раз уже нарушался закон. Ангелина Рунова, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Российским авиакомпаниям запретят рассаживать детей от родителей в самолетах. С такой инициативой выступили в Госдуме. По мнению репутатов, меры помогут им запасить перелеты, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или целый ряд. И, как добавили парламентарии, ребенок может испытывать сложности во время еды и в других ситуациях, когда необходима помощь взрослого. Поэтому следует исключить такие случаи. Отмечу, что документ внесет поправки в воздушный кодекс. Пока перевозчикам только рекомендуют не разъединять семьи в самолетах. Вопрос находится на рассмотрении. Стало известно, когда Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию оглашения. Ожидается в период с 23 февраля по 8 марта. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю. Пока преимущественно обсуждается конец февраля, но эта дата может немного сдвинуться. Ожидается, что послание может сыграть роль предвыборной программы кандидатов в президенты. Но итоговое содержание обращения пока неизвестно. Обычно глава государства сам над ним работает до последнего момента. Предполагается, что одной из ключевых тем станет технологический, научный и военный суверенитет России. Также Владимир Путин предположительно поднимет тему СВО. Наш регион станет участником нового национального проекта «Беспилотная авиационная система». Об этом сообщили в областном министерстве образования. Заявку на участие планируют подать в апреле этого года. Национальный проект станет хорошим подспорьем для специалистов проектирования, конструирования и обслуживания беспилотников. И, как отметили в ведомстве, программа позволит создать новые центры, которые станут логичным продолжением действующих IT-кубов и кванториумов, где школьники получают первые знания в этой отрасли. Также в регионе немало внимания уделяют вопросам кадров в сфере ОПК. Для этого колледжи и техникумы переводят на индивидуальную работу с предприятиями. Так только в 2023 году принято более 5000 человек на обучение специальностям в промышленной отрасли. Помогают не только продуктами. Жители Кормиловки собрали большую партию гуманитарного груза. И на этот раз коробки поехали на СВО в новой буханке. Машину специально переделали под нужды военных. В наборах самые необходимые окопные свечи, маскировочные сети, а еще соленье и варенье. Их просили сами бойцы. Юлия Думанова расскажет подробнее. У Надежды Баженовой заготовок на зиму всегда хоть отбавляй. На этот раз соленье и варенье – вклад в победу российской армии. О том, как сложно бойцам, знают не понаслышке. Брат в Мариуполе восстанавливает город после бомбежек. Решили подсластить жизнь нашим мальчикам. Варенье домашнее, положили яблочное, положили вишневое. Перед отправкой все тщательно упаковывают. В наборах также носки и окопные свечи. Последние – это и свет, и тепло, и горелка для приготовления еды. Гуманитарный груз жителей Кормиловки стараются отправлять каждый месяц. Обратная связь прямо с фронта. Буханку загружают под завязку. В этот раз на спецоперацию отправляют не только провиант, но и саму машину. Просил о ней сын Натальи со служивцами. Он сейчас находится в зоне боевых действий. Мечтал защищать родину с детства. Закончил высшее военное училище. В течение двух недель купили новую машину, пригнали. И кормиловцы наши тоже молодцы, собрали полностью гуманитарную помощь. Уазы на передовой незаменимы. В них перевозят раненых, боеприпасы и ту самую гуманитарную помощь. Перед отправкой гражданскую машину прокачали под непростые военные условия. Поэтому мы решили в очередной раз помочь и технически. То есть мы купили данный автомобиль, подготовили продукты питания для ребят наших, которые участвуют в СВО. И вот сегодня отправляем. Считаем, что это наш патриотический долг. Посадили лучшего нашего водителя, чтобы как можно быстрее доехать до наших ребят. Хотелось бы сказать спасибо Русском Агро, потому что эту машину новую абсолютно купили. Именно они. И 640 килограмм тушенки загрузили в эту машину. Депутат законодательного собрания Светлана Энверова отметила. Сбор гуманитарной помощи идет по всей области. Колонны отправляются по поручению губернатора. За прошлый год почти 1200 тонн. В Донбасс, Таханов и Белгород. Все окрупления мудрец и священные. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Перед отправкой буханку освещают. Отправится она в Ростовскую область. Оттуда уже перенаправят в подразделение. Ну а в Кормиловке уже начали собирать следующий гуманитарный груз. Юлия Думанова и Сергей Гаврилов. 12 канал. Ветераны СВО и семьи бойцов смогут получить еще более качественную и современную реабилитацию. В указ президента Владимира Путина о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции защитники Отечества внесены изменения. Теперь у фонда больше полномочий. Он сможет доплачивать за технические средства реабилитации, которые приобретают ветераны СВО по сертификату соцфонда, перечислять средства в благотворительные фонды, вести мониторинг качества мер поддержки и заниматься международным сотрудничеством. Это позволит в частности обеспечить ветеранов высокотехнологичными протезами, в том числе для занятий спортом. Агрария региона смогут рассчитывать на новые меры государственной поддержки. Об этом сегодня сообщил губернатор Виталий Хоценко. Компенсацию получат семеноводческие хозяйства и те организации, которые будут покупать оборудование для производства льна. Добавлю, что в прошлом году омские аграрии приобрели более полутора тысяч единиц сельхозтехники. На поддержку предприятий отрасли из бюджета направили свыше полумиллиарда рублей. Высокими показателями сегодня могут похвастаться не только крупные производители форума. Форум им дают и некоторые крестьянско-фермерские хозяйства, достигая настоящих рекордов наш материал. Два раза в неделю на подворье семьи Антоновых приезжает молоковоз. Разводят крупный рогатый скот Антоновы давно. Начинали, как и все, с нескольких голов. А 20 лет назад сделали животноводство своим семейным бизнесом. Первая мама мне телочку дала. И вот и пошли. Первая одну держали, потом две. И все от своих от своих? Да, да, да. Потом уже четыре. Потом шесть. Большинство коров, а их сейчас дойных у Антоновых сорок, ведут свою родословную от той первой буренки. Есть в стадии домашние рекордистки, которые дают по 25 литров молока в день. Такая продуктивность зависит от хорошего зимнего рациона. Это у нас люцерна. Мы, конечно, выращиваем сами ее. И здесь и люцерна, и костер вот есть. Утром она у нас получает, каждая коровка, 4 килограмма комбикорма. Вечером 4 килограмма комбикорма. Ну, сено, конечно, вдоволь. За рационом кормления всегда следит и Евгений Валин. Вовремя раздает буренкам душистая сена. Решил тоже на своем подворье разводить животных. Недавно купил лошадь, собирается приобрести телят. В Юрьевском поселении крестьянско-фермерское хозяйство Антоновых самое крупное. Да и семья у них немаленькая. Трое взрослых детей, которые живут рядом. У каждого свои семьи. А у бабушки с дедушкой уже 10 внуков и ждут правнучку. Владимир Владимирович подписал этот указ, что трое детей уже многодетная семья. В принципе, и подходим, да? Вот он молодец. Сейчас же год семьи. Я вчера смотрел программу. Как говорится, хорошо выступает, умно говорит. Федеральные программы сегодня поддерживают грантами только фермерские и коллективные хозяйства. Но и личные крупные подворья, которые занимаются животноводством, вносят свой немалый вклад в продовольственную безопасность региона. На местном уровне по инициативе губернатора Омской области Виталия Хаценко с этого года увеличена дотация на молоко, сдаваемое селянами. Средства заложены в бюджет. И это должно сыграть свою роль в увеличении коров в личных подсобных хозяйствах. Екатерина Булучевска, Ольга Чернышева и Сергей Никифоров. 12 канал. Еще более подробно о семье Антоновых, о том, как поддерживают фермеров с помощью государственных программ, расскажут мои коллеги из передачи «Местные жители». Новый выпуск смотрите сегодня в 18.30, а также завтра в 11.15, сразу после новостей. Другим темам мамичку с крупной партией наркотика задержали в подъезде многоквартирного дома в поселке Биофабрика. Что-либо запрещенное в гражданском вороте иметь при себе? Деньги, добытые преступным путем, наркотические вещества, оружие, отрывчатые вещества, что? Наркотик. Что за наркотик? Не знаю. Ольга Умин. Федро? Ну да, влюбин. При себе у женщины оказался сверток с порошком общей массы полкилограмма. Экспертиза установлена. Это наркотик синтетического происхождения. По информации следствия, Амичка работала оптовым наркокурьером на запрещенный онлайн-магазин. По указанию кураторов, фасовала полученные вещества для дальнейшей реализации на территории региона розничным курьером. И, как выяснилось, обвиняемая уже имеет судимость за преступление в незаконном обороте наркотиков и сама является потребителем погубного зелья. Амичка задержана. Следствие продолжается. Выехал на рыбалку, заплати налог. На моторной лодке установят транспортную пошлину. С такой инициативой выступила МЧС России. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Ведомство предлагает проводить официальную государственную регистрацию водных объектов. Такие меры, по словам специалистов, помогут наладить безопасный ход. При этом обладатели именно таких лодок – это не только рыбаки, но и дачники. Поэтому регистрация может занять немало времени и силы, отмечают в Союзе рыболовов. Законопроект еще не вступил силу. Он находится на рассмотрении. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. РАДИО МОНТЕКАРЛО РАДИО МОНТЕКАРЛО МУЗЫКА МИРОВОГО КЛАССА 106,2 ФМ В ОМСКЕ ОБУВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В КОНТИНЕНТЕ ТОЛЬКО 10 И 11 ФЕВРАЛЯ РАСПРОДАЖА ОБУВИ И КОЖГАЛАНТЕРЕИ СКИДКИ ДО 70% Если радио, то МАКСИМУМ 105 ФМ В ОМСКЕ Яркий спортивный праздник и незабываемые эмоции. В стенах спортивного комплекса «Искара» прошел ежегодный турнир по мини-футболу среди учащихся школ Ленинского административного округа. В числе болельщиков, почетные гости, руководители и сотрудники предприятия, а также наша съемочная группа. Подробности в сюжете. Здоровые дети – здоровая нация. Под таким девизом стартовал уже седьмой по счету турнир по мини-футболу среди школьников Ленинского административного округа. Организаторы – Омский научно-исследовательский институт приборостроения. Повод – 82-я годовщина со дня выпуска предприятиям первой продукции для фронта. Уже по традиции соревнования проходили в стенах спортивного комплекса «Искра». За победу в этом году боролись 10 команд в составах мальчишки и девчонки возраста 13 и 14 лет. Сегодня мы понимаем, что нужно выдергивать детей с улиц, нужно их затягивать, спорт, физкультуру. Поэтому, если появилась такая возможность, 7 лет назад генеральный директор тогда акционерного общества «Юртыш-Березовский» Владимир Александрович, ныне генеральный директор Омского НИИ приборостроения, депутат Законодательного собрания, вышел из инициативы организовать действительно для ребят, школьников, проживающих в Ленинском административном округе, этот футбольный турнир. Не менее важным для организаторов является и профориентация среди подрастающего поколения. Многолетний опыт успешной работы в этом направлении, безусловно, дает свои плоды. Турнир завершился победой прошлогодних чемпионов из 83-й школы. Уступили соперникам и стали вторыми учащейся школой номер 59. Футболисты из 76-й гимназии заняли третье место. Наталья Фаткина, Юлия Вдовиных, Сергей Гаврилов, 12 канал. Без очередей барьеров в Омске открылся первый офис ВТБ нового формата. Банк сохранил основные принципы работы, но сделал пребывание более комфортным, оказание услуг современным и технологичным. Подробнее в нашем материале. Современный офис ВТБ банка на первый взгляд напоминает каворкинг или уютное кафе. Здесь нет привычных стоек, перегородок и закрепленных мест для сотрудников. Обслуживание клиентов проводится при помощи ноутбуков. Внутреннее пространство отделения предусматривает как открытые локации, так и зоны для конфиденциальных переговоров. Мне очень понравился ваш новый офис. Красивый очень, современный. Новый офис банка ВТБ находится в Ленинском округе, рядом с железнодорожным вокзалом, но удобно не только местоположение. Здесь нет утомительного ожидания и очередей. Приятным дополнением к визиту для посетителей станут кафе-зона, вай-фай и музыкальное сопровождение. А яркие цветовые решения, мягкая мебель и предметы декора поднимут настроение и расположат к доверительному общению. Инфраструктура полностью адаптирована для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Замечательная обстановка, современная и удобная электронная очередь. В плане того, что недалеко от вокзала, хорошая обстановка такая, расслабляющая и хорошие специалисты. Продуманное зонирование пространства позволяет специалистам банка повысить качество и скорость обслуживания клиентов. Новый стандарт мультиформатного офиса ВТБ получил высокую оценку профессионального сообщества и стал призером главной премии в области маркетинга в номинации «Оформление торгового пространства». Мы открывали офис в месте, где достаточно большая проходимость. Здесь рядом и железнодорожный вокзал. Удобно клиентам как раз будет приходить сюда. Здесь рядом и остановка. У нас большие планы по развитию новых районов, как в городе Омске, так и в Омской области. Мы планируем много новых офисов открыть. Клиентам доступен полный перечень услуг, в том числе и круглосуточно с помощью устройств самообслуживания. Высокий уровень комфорта, совмещение живого общения и онлайн-сервисов – все это в одном современном отделении банка. И скоро подобных офисов в Омской области станет больше. Ксения Пашкова, Анна Лукьянец, Владислав Осинцев, 12 канал. И о погоде завтра, 7 февраля. В Омске переменная облачность ночью минус 6,8. Днем 4,6 градусов ниже нуля. В районах облачно небольшой снег. Ночью до минус 9. Дневная температура минус 5,7. Ветер юго-восточный – 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра артутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в 17 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова